Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мы разговариваем о растровой графике, условившись заранее, что не бывают универсальные инструменты для решения всех задач растровой графики. В первую очередь есть рисовалки, когда мы рисуем на растровой поверхности какие-то фигуры. И есть обработка фотографий. То есть у вас уже есть некоторые изображения, причем, скорее всего, фото, скан, чем-нибудь такое, и вы, значит, с ним как-то работаете. Сама обработка фотографий тоже может раскладываться на работу со спецификой фото, с RAW-форматами, например, или там спецификой фотоизображения, убирания красных глаз. Я тут пронаблюдал, как работает профессионал-ретушер в каком-то адобовском редакторе. Этот человек, у него, значит, профессиональный планшетик такой. Этот планшетик, несмотря на то, что он профессиональный, он просто прожжен и скорябан весь. Потому что человек вот сидит в позе, спина прямая, значит, одна рука на клавиатуре, другая рука на планшете, и непрерывно так. То есть основное направление ретушера – это замазывать морщинки, тени, неправильно накрашенные губы, вот это все. Соответственно, и делает это с бешеной совершенно скоростью, потому что тот инструмент, который ему предлагается, я не знаю, почему это инструмент, но, видно, какие-то наследники фотошопа, вот, обладает чудодейственной, чуть ли не единственной, пользуется он как этой самой инструментом, обладает чудодейственной штукой, значит, взять кусок текстуры и размазать ее равномерно, помер в другой текстуре, считая, что та, которая под ней, плохая, да? То есть вот он берет, значит, видит морщины, раз, от соседнего участка кожи, жух, и вот. При этом волшебный инструмент там не размазывает эту текстуру, а как-то ее, значит, поверх накладывает, ну, короче, много-много-много мозга для решения одной единственной задачи. Ну, в общем, наверное, таких вот гениальных инструментов я наизусть не знаю, может быть, они и есть, а может быть, и нет, потому что это много пропоритальной математики, которую можно хорошо продать. Но, в принципе, наиболее частый инструмент для обработки растрил графики, это, конечно, редактор GIMP, GNU Image Manipulation Tool. Вот. Сейчас, а я его сейчас запущу. Ой, это не ага. GNU Image Manipulation Tool, GIMP. Сейчас покажу. Ну, давайте его прямо вот запущу. А кто сделал полупрозрачное меню? У меня было нормальное, только он не мультимезия, а график. Вот. Вот. Это вполне себе неплохой растроредактор. Некоторые вещи в нем сделаны очень круто, некоторые вещи в нем сделаны так себе. Вот. Я бы сказал, что мне в жизни никогда ничем, кроме GIMP, для обработки растрора не пришлось бы пользоваться, если бы не было альтернативных путей, реально альтернативных, про которые я постараюсь сегодня даже рассказывать. Вот. Ну, прежде чем перейти к сегодняшней картинке, даже не знаю. Изображение тут есть, документы, изображение. Пингвинчики какие-нибудь. Ну, вот, например, такой пингвинчик. Прежде чем перейти к сегодняшнему разговору, давайте мы просто посмотрим, что можно делать с этим самым GIMP. Ну, в принципе, с ним можно делать все то, что можно делать с любым другим растным редактором. Вот. Можно манипулировать выделениями какими-то, да. Вот. Вот. Вот мы его посадили. Можно замазывать края, чтобы, значит, как раз с помощью того самого инструмента. Похожего на то, что я рассказывал про профессионального ретушора. Вот я, пунктирный кружочек справа, это то, с помощью чего я замазываю. А кружочек слева, это то, что я замазываю. Вот видите. Он накладывает текстурку соседнюю. Да. Вот мы сейчас хвост этого пингвина замажем. Вот видите, как хорошо. Ну, как-то так. Вот. Так же, как в других растовых редакторах, есть возможность что-то сделать с этими, ну, как-то масштабировать эти самые картинки, что-то делать, какие-то искривления с ними делать. Вот. Вот. Вот, пожалуйста, да. Или там, не знаю, поворот. Ну, и так дальше. Вот. Если не хватает каких-то стандартных вещей, ну, там можно, например, не знаю. Да. Например, можно взять и вырезать там кусочек, кусочек условно черный, условно рядом с... Да. В общем, я не готов сейчас рассказывать про весь гимн, от начала до конца, просто потому, что это, ну, довольно долго. Вот. Я хотел... Если не хватает каких-то стандартных... Каких-то стандартных... Сейчас, секунду. Каких стандартных инструментов есть, фильтры, в том числе те, которые можно самому писать на специальном языке или на питоне, например. Вот. Ну, что у нас там? Где-где-где? Не знаю. Я не знаю, что такое тренировка козы. Это появилось недавно, и я не разбирался. Я даже не знаю, как это... Ну, к чему это вообще может быть применимо? Кли тут коза. Ладно, скажу это потом. Вот. Сейчас. Моя любимая картинка. Гимпрессионист. О, смотрите. Видите? Причем у него, обратите внимание, направление штриха выбирается в зависимости от того, насколько аккуратно он... И размер штриха, насколько аккуратно он... Насколько он не портит картинку. То есть вот в направлении по умолчанию, но когда он начал закрашивать ему крылышки, видите? Он его поменял. Вот. Получается довольно такая штука. Вот. Ну, или там кубизм какой-то был. Шмяк. Вот. Ну, вот такое. Короче говоря, если вам не хватает... Если вам не хватает стандартных инструментов, коих тут достаточно много, в том числе там градиент, заливка, работа с цветностью, изменение цвета, какие-то стандартные штуки по подбору этих самых... Гаммы, контраста, цветового баланса, ну, все что угодно. Если вам не хватает этих стандартных инструментов, всегда можно написать свой собственный фильтр, коих тут в количестве имеется, и еще в каком-то количестве можно написать. Это ни один не установил, но в общем... Я не знаю, что это тренировка. Сейчас нажмем. Кажется, не стоит... О, вот. Слушайте, я не найду вам указу, извините. Ладно, босния. Пока босния. Значит, ну вот. Вместо того, чтобы тупо рассказывать про все, что можно сделать с этим самым гимпом, давайте я лучше поставлю задачу. Вот. Задача стоит в следующем. Вот у нас есть ведомость. Вот у нас есть ведомость, которую мне прислали. В нее, значит, попросили расставить всем двойки, потому что это как раз люди, которые не сдали экзамен. Те, кто их сдали, было больше. Вот. А некоторые из них даже и не собирались сдать экзамен. Расписаться. Отсканировать результаты, отослать обратно. Ну, мне же было лень распечатывать, расписываться, отсканировать результаты, отослать обратно. Вот. Значит, идея стоит в том, чтобы расписаться в нужных местах. Вот. Напечатать, впечатать туда, значит, соответствующую оценку. И на этом, собственно, получить новое изображение. На этом все, ну, на этом закончить упражнение. Вот. Некоторая проблема состоит в том, что тут раз, два, три, четыре, пять персонажей, и еще одна подпись внизу, и еще одна подпись вверху, если мне не изменяет память. То есть, всего семь подписей, или шесть, я сейчас не помню. Тут оно еще и зеркальное. Соответственно, если я просто скопипащу семь одинаковых подписей, это будет выглядеть слегка, ну, подозрительно. Вот. Никто не поверит, что я действительно расписался, и я же не робот, в конце концов. Поэтому мы же должны что сделать? Мы должны для начала вот этот жуткий листок превратить в удобочитаемый. Вот. А во-вторых, дайте-ка я ее переменую. Чтобы она нам не мешала. Вот. Значит, во-вторых, превратить ее в удобочитаемый, а во-вторых, расставить туда подписи, желательно разные. Ну, давайте этим займемся. Значит, закручиваем, откроем с помощью гимпа нашу, 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 пришедшую нам фоточку. Вот эту. И давайте посмотрим, что мы хотим с ней сделать. Для начала мы ее хотим, наверное, зеркально отобразить, потому что, обратите внимание, вот на это. Вот. Там была история такая. Мне прислали PDF. В PDF оказалась одна картинка, и тот, кто делал картинку из PDF, внезапно ее перевернул. То есть, она внутри лежала в перевернутом форме. Я не знаю, как это у них делается. Вот. Значит, ну, видимо, мы хотим его сделать вот так с ней. Ну, тут сразу все стало читаться. Отлично. Значит, теперь мы что хотим? Мы хотим, наверное, его повернуть. Для того, чтобы повернуть, нам надо определить, ну, потому что, вы видите, он не вертикальный, косой. Нам надо определить, насколько он реально повернут относительно исходного положения. Для этого у нас есть инструмент, вот он, измеритель. Мы можем просто взять, зафиксировать одну точку, привести вот туда, зафиксировать вторую точку и посмотреть внизу, сколько там градусов. 2,44, 2 градуса 44 секунды. Да? 2,50 пускай будет. Вот на это самое, это 2,50, нам надо повернуть ее, только еще на 90. То есть, мы вот сейчас повернем на 90 против часовой. Вот. Давайте еще раз проверим, что это 2,50. Да? Вот отсюда начинаем. Вот здесь заканчиваем. Вот видите, тут после... Здесь скорее 2,30. 7, 30, 40. Ну, или 2,40, да? Вот как-то так. 2,35, 2,36. Не важно. 2,36 градуса, да? Это не минута. Там запятая 36, там не минуты, да? Мне тоже издалека казалось, что это минуты, но с расстояния одного сантиметра я уже вижу, что это градусы. Вот. Ну, значит, вот примерно настолько нам надо всю эту фигню повернуть. Давайте повернем. Значит, делается инструмент поворота. Вот. Да? И здесь мы просто пишем те самые 2,36. 2,36. Только не точка, а запятая, потому что это чертова локаль наша, так как где-нибудь сырт в этой машине. Вот он. 2,36. Похоже на горизонтальную, да? Похоже на горизонтальную. Поехали. Ну вот. Теперь надо нам, наверное, выделить кусок, с которым мы будем работать, потому что нам не нужно же всю вот эту муть. Мы выделим кусок, с которым мы будем работать. Ой. Что я сделал? Вот. Вот получилась картинка, в которой мы можем расставлять нашу подпись. Одна подпись у нас есть. Подпись лежит в файле. Я думаю, что что-то... Ну, сейчас давайте посмотрим, в каком она лежит в файле. Открыть. Она называется... Подпись XF, но на самом деле она скан. Вот она. Во. Вот эта подпись. Прямо отсканированная, сфотографирована. Это даже не скан, это фотоаппарат. В Вьетнам тень фотографии. Вот. Интересно, где у нее... Видимо, она должна быть вот так. Вот. Ну, видимо, так, да. Теперь давайте мы ее тоже вырежем. Как-то. Вот. Поменьше, поменьше нам не нужно. Ctrl-C. Ставить... Сейчас создать. Вот. А теперь давайте мы ее немножко обработаем. Мне не нравится, что она такая... Не на белом фоне. Пускай она будет на белом фоне. Для этого мы воспользуемся волшебным инструментом, который называется волшебная палочка. А можно, кстати, не им. Можно просто выделением по цвету. Вот, выделением по цвету. Мы воспользуемся волшебным инструментом вот этим. Это выделение... Некоторого цвета и похожего на него во всей картинке. Ну, вот, некоторый цвет, это такой вот цвет бумажки. Если мы просто жмем... Жмем кнопкой на фон, то мы выделяем все, кроме цветов, не похожих на него. А порог воздается вот здесь. Инструмент волшебная палочка более интересный. Он тоже выбирает по цвету, но, скажем так, не во всей картинке, а в области, соседствующей с тем местом, где вы ткнули. Вот если я сделаю вот так, то он, видите, выделил все вокруг, а внутренность не выделил. Вот, чтобы добавить, надо сказать shift и вот так вот. Ну вот, мы еще... Вот это, вот это и вот это. Вот. Ну вот, в результате мы достигли того же самого. Вопрос в том, зачем? Поэтому, наверное, в данном случае такое проще. Ну вот, раз, превратим его в прозрачность. Удалили просто. И поскольку в этой картинке уже был слой с прозрачностью, то при удалении я нажал клавишу делить, получили вот так. Ну вот. Значит, вот эту подпись мы будем вставлять в эту картинку. Значит, ну как это сделать? Ну, одну из них, наверное, можно прямо... Прямо сказать ему Ctrl-C, а здесь прямо сказать Ctrl-V. О, какая большая. Ну, значит, надо изменить размер. Значит, обратите внимание, пока что в разделе слои... Где у нас раздел слои? Не вижу раздела слои. Прямо есть. Ага. Он плавающий. Вот он, да. Он пока плавающий, этот слой. То есть, мы можем делать с тем, что хотим, а можем даже вообще сказать ему, что он не будет плавающий, он просто будет в отдельном слое лежать. Вот. Теперь у нас, как бы, картинка двухслойная. Вот, смотрите. И это первый слой, и это второй. Отлично. Мы теперь с этим слоем делать, что хотим. Но в первую очередь, конечно, мы меняем его размер. Размер, размер. Вот. Можно, наверное, для начала... Для начала сказать ему, чтобы он пропорционально менял этот размер. Вот. А, о, точно. Замдиректор не нужен, не нужна подпись. Да. Что мне не нравится еще в этой картинке? Мне не нравится, что... Слишком тоненький, да? Получается, эта подпись гораздо тоньше, чем те, чем те, да? Может быть, ее надо сначала увеличить. Давайте мы попробуем. Утолщить, да. Да, давайте мы утолстим немножко. Как бы это сделать? Сейчас, не получится. Сейчас давайте вот сюда перейдем. Значит, что мы можем сделать? Мы можем взять, выделить все. Да, вот, сделать вот так вот. Выделение. Ну, вот так вот. Теперь инвертировать его. Выделение. И инвертировать. Вот. Теперь сделать его потолще. Увеличить, ну, скажем, на один пиксель. Мы получим вот такую штуку. Нам только надо как-нибудь его аккуратненько залить, да, чем-нибудь, чтобы оно было синее. Мы этого сделать не сможем по-человечески. Давайте попробуем. Что нам мешает сделать, допустим, вот так. Где наша пипеточка? Пипеточка. Вот пипеточка. Возьмем цвет, ну, скажем, вот отсюда. И попробуем залить со сглаживанием. Цветом перед на фону. Не, не хочет. Порог-то можно передвинуть. Но он будет некрасивый, я знаю. Если мы сейчас так сделаем. Да, будет некрасиво. Нет, ну, мы же не сможем в правильном направлении его залить. Нам нужно именно как-то... Ну, короче, наверное, мы с этой задачей не справимся. Пускай подпись будет тонкая. Потому что иначе мы... Нельзя-нельзя. Пускай подпись будет тонкой. Бог с ним. В принципе, нам просто надо было сделать подпись более... ну, как бы мельче. Не такую здоровую, как здесь. Ну, в конце концов, пускай будем считать, что мы... Эти люди расписывались толстой ручкой, а мы расписываемся тонкой ручкой. Значит, в действительности эту задачу тяжело решить программным путем. Потому что, ну, правда, вот такой вот ручек очень трудно превратить в ручек в полтора раза толще невручную. Но зато достаточно легко решить природным. Мы просто берем и делаем маленькую подпись той же самой ручки. Она будет при увеличении толщи. Так что, ладно, оставим как есть. Вот. Оставим как есть. Давайте еще раз проделаем всю эту операцию. Это, значит, удаляем. Это копируем. Сюда мы вставляем. Вот. Прикрепляем этот слой в качестве отдельного. И начинаем его менять. В данном случае меняем просто размер. Просто размер меняем. Так, куда? Вот-вот куда-нибудь, не знаю. Вот подпись экзаменатора. Сейчас, серьезно. Серьезно, секундочку. Окошечко передвинем. Окошечко передвинули. Ну, давайте еще. Допустим, у меня вот такая подпись. Шмек. Вот. Следующая подпись экзаменатора. Вообще говоря, не хочется делать такой же. Надо бы ее как-то изменить. Да, обращаю ваше внимание, что я тут попытался вставить, но я же выбрал вот этот слой. И поэтому то, что я сейчас вставил, пытался вставиться вот в этот квадратик. Мы выбираем в качестве основного слоя предыдущий. Говорим вставить. У нас получается новый вставленный слой. Мы его... Мы его... Сейчас, что с ним не так? А! Нет. Что делать? Да, вот он. Мы говорим в новый слой этот вставленный. Вот. И теперь мы хотим не только изменить размер, но что-нибудь еще сделать. Покрутить как-нибудь его. Ну, что-нибудь какое-нибудь сделать с ним еще преобразование, чтобы он не был такой похожий. Не был такой похожий на то, что мы сделали еще. Значит, какой-нибудь там... Можно изменить размер не так, как расцепить вот это и, допустим, за это пошли. Вот. И еще что-нибудь с ним сделать страшное. И вот так согнуть. Нет. Согнуть... А! О! Так. И, значит, мы хотели еще изменить размер, потому что он какой-то не такой. Поменьше сделать. Ну, вот. Вот вам уже немножко другая подпись. Только она какая-то серенькая. Что-то ей так не повезло в жизни. Что сделал не так? Ну-ка еще разок. Так, да, вот мы сейчас его еще раз делаем в новый слой. Изменяем размер. А, я понял. Ну, надо сначала наклонить. Все, я понял. Ну, надо сначала наклонить. Это, кстати, такой лайфхак, да, когда вы работаете с выражением. Потом вы сначала их извращаете, а потом уменьшаете. Если вы сначала уменьшаете, а потом извращаете, то там, понятно, фон налепится на них. Ну, окей. Давайте тогда его сначала извратим, потом... Это слишком круто для нас. Вот это вполне подойдет. Вполне подойдет. Так. Дэнс. Так. Дэнс. И изменить размер. И вот таким образом можно по-всякому извращаться. Можно делать... Давайте мы снова еще попробуем что-нибудь сделать так вот тоже. Новый слой. Да, можно сделать с ним еще какие-то штуки. Я тут сейчас не вспомню. О! Что это? Ну, вы видите, что с ним произошло несчастно. Его всего... Искривило, да, да, да. Дрожащей рукой подпись. Кстати, надо было по теме пройтись. Просто пройтись так, чуть-чуть. Чтобы контуры были другие. Раз. Деформация. Деформация. И тут, видите, прям много всего. Да, не пройдет. Но, слушайте, все равно мы там сканируем же. Ну, как бы хватит нас. Ну, в общем, можем продолжать в том же духе. С вашего позволения, я, наверное, ну, как бы вот закончил с этим, потому что тут слишком долго всем этим заниматься. Но идея, в общем, вам ясна. После чего мы говорим... Ну, например, экспортируем его в какой-нибудь документ. Вот. И у нас уже, получается, ПНГшечка, в которой... Сейчас притормозим тут. Ой, а куда он? В документы, что ли, приехал? Что-то здесь не видно. Видимо, в документы. Да, вот она. Опять двойка ПНГ. У нас, получается, ПНГшечка, в которой уже, как бы, расставлены наши подписи. Вот тут пока три, но можно было поставить и больше. Вот. Ну, и, в общем... В общем, вот. Значит, это еще не все, потому что мы еще оценки им не расставили. Оценки ставятся так. Есть инструмент под названием создание редактирования текстовых слоев. Мы здесь пишем... Текст. Где он тут? Сейчас, секунду. Что за типо? Не вот... Ой, ну это слишком большие буквы. Тут 62, значит. Надо нас сделать поменьше. 24. Ну-ка, подошли. О, отлично. Какой-нибудь более не такой? Ну, который в руке. Ну, зачем? Нет, шифр в руке. Я бы тогда просто написал слово «не». Вот. Тут же никто не знает, о чем он сделал. Лучше его сделать черным. Вот это да. Вот сделать его черным, а не фиолетовым. Это хорошая идея. Сейчас. Ну, как бы, если бы мы туда это впечатывали. Дэнкс. Мы создали копию этого слоя. Сейчас мы его переместим куда-нибудь. Сейчас, а что он не хочет? Секунда. Не понял. Извините. А, понятно. Выделение пустое. Да, у нас сначала прилепит. Во. Ой, только дневан. Видите? Ну и. Что-то не получается. Что делал не так? Примещение слоев. Ну. Нет, я не понимаю. Так, Виталик, я тут туплю. Причем я не понимаю, где я туплю. Сейчас, секунду. Ну, почему-то, почему-то не получается его перетаскивать. Давайте посмотрим. Так. 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 Чувствуем не так. Почему не хочет перетаскиваться? Да, вроде-то. Я не понял. Ну, сейчас выделение возможности перетаскивать. Ну, может быть, кстати, да. У нас возможности инвертирование, а не то есть все, как и не было. Ну, сейчас мы попробуем сбросить все выделение. Вделение сбросить. Снять выделение, да. А, это само выделение перетаскивается. Нет. Это не, не, не. Вот это. А, вот. Фу. Тут нажат кнопочка перемещать выделение. Понятно, да? Есть, когда вы что-то выделяете, есть два способа с этим справляться. Надо, например, вот. Все. Фу. Так-то оно лучше. Вот. Вот он, новый. Ставить новый слой. Ну, в общем, вы меня поняли. Вот. Вот это уже совсем готовая картинка. Ну, там, двух последних людей я не обслужу, с вашего позволения, да. Вот. Можно сохранить в качестве в качестве ну, рабочего проекта, а то мало ли что. пристанут с ножом горлом и скажут, а ну, переправь двойку на тройку. Такое было? Вот. Поэтому сохранить в качестве рабочего проекта и его же сконвертировать в... нет. вообще, ну, если в качестве таком металличесе, да, Я отменюю на тройку, я не могу. Я отменю на тройку, я не знаю, на тройку на тройку. И так это, если я не знаю, как я, я не знаю какой-то Oktober. Но Linux не был бы Linux, а наши реакции не были бы таковыми, если бы мы не могли бы все то же самое проделать, ну, грубо говоря, совсем другим путем. Совсем другой путь, разумеется, это путь командной строки, достаточно забавно размышлять о том, что мы будем обрабатывать изображения из командной строки. Но подумайте вот о чем. Представьте себе, что у вас таких изображений тысячи, и на них так или иначе нужно однотипную операцию проделывать. Руками это делать, в общем, как это сказать, замучаешься совсем. То есть надо бы научиться это как-то делать ногами. Ногами есть два способа. Один способ ногами, так называемая пакетная обработка. То есть вы открываете несколько изображений, пишете, что вы делаете руками над одним, что вы хотите сделать, и потом, значит, инструмент, который позволяет пакетную обработку, вам воспроизводит эти ваши действия. Я не уверен, что у меня сейчас стоит соответствующая штука. Не стоит. Ну и тем не менее, значит, такие инструменты есть специфические. В первую очередь они предназначены для тех людей, которые хотят очень по-быстрому что-то такое проделать, не вдаваясь в те подробности, в которые мы сейчас будем вдаваться. В какие подробности мы будем вдаваться? Мы сейчас будем... А, ну ладно, пока так. В какие подробности мы будем вдаваться? Мы сейчас будем... Пользоваться инструментом, который называется ImageMagic. И это как раз и есть командная строка для обработки изображений. Это какой-то совершенно бездомный инструмент. Вот давайте посмотрим... Ну, даже не знаю, с чего начать. Начать с того, что у него, у этой библиотеки, она называется LibMagic, у нее есть бинзинги для вот таких вот языков программирования. Вот. Ко всему, что умеет LibMagic, есть командная строка, которая умеет... Ну, тут они категоризированы. Раньше в старой документации по Command Line Options. Во, во. Которая умеет делать вот столько всего с изображением. Если этого недостаточно, вы можете написать некоторый обработчик на внутреннем языке, который будет делать все остальное с изображением. Вот. Единственное, что вас подстерегает, когда вы хотите заниматься вот ровно этим, да, обрабатывать изображения из командной строки, это то, что программировать вам придется на шейле, на языке командной строки. Или использовать вот тот самый Python или там что-то другое API. API вашего любимого языка программирования. Python, R, Ruby, TCL, C++, Java. Что хотите. Ну, в нашем случае это будет, конечно, Shell. Вот. В частности, давайте мы прямо вот подглядим, что я тут сделал. Да, значит, главная утилита, которую мы будем пользоваться, называется Convert. Вот. На самом деле она единственная утилита. Все остальные утилиты, которые входят в пакет ImageMagic, давайте мы посмотрим. По-моему, ImageMagic Tools называется. Вот. Все остальные утилиты, которые входят в пакет ImageMagic, вот они называются Animate, там Composite, Conjour, Convert, Display и так далее, за исключением Display, Identify. Они предназначены для того же преобразования, только, ну, например, Composite предназначен для того, чтобы одно изображение намазывать поверх другого. В принципе, конвертом тоже можно одно изображение намазать поверх другого. Не знаю, это просто исторически так сложилось. Монтаж предназначен для того, чтобы несколько изображений сложить в одно. В принципе, с конвертом это можно сделать. Вот. Исключение составляет Identify, который просто рассказывает параметры нашего изображения и больше ничего. Импорт, который позволяет снимать кусочек экрана. Вот. И Display, который показывает изображение просто потому, что умеет. Вот. Все остальные примерно одинаковые. Еще Compari не знаю, что такое Compari. Вот. Так вот. Что мы можем сделать? Мы можем взять и посмотреть на нашу картинку, которая вот эта. Если мне не изменяет память, у... Может быть, и нету, кстати. Я вот думаю, у нас есть ли инструмент, неравный ГИМПУ, который позволит измерить тот самый наклон. А, ну для начала. Для начала, естественно, поскольку у нас есть... ГИК – это неродной для ГИИ инструмент. Давайте мы прям файловый менеджер откроем. Да, уверенность. Вот. Вот у нас есть этот самый... Наша картинка. Да? Для начала мы, конечно, хотим ее повернуть, ну, отразить. Да? Вот. Да, значит, сразу предупреждаю. Я говорил, что это бездонный инструмент. Его бездонность еще характерна тем, что... Невозможно запомнить вот это все. То есть, если вы работаете с ImageMagic, ваша, как бы, судьба – постоянно копаться вот в этом и еще в одном месте, которое покажем. Еще одно место называется... Сейчас давайте вспомнить. Не помню. Там есть две группы документации. А, во, тоже нет. Сейчас. Ладно, мы на нее дойдем, наверное, до этой группы документации в какой-то момент. В общем, есть классическая документация, и есть такое что-то типа учебника, прямо с примерами, как это делать. Если не дойдем, я просто в сети поищу и покажу нам на этот пример, на этот учебник. Там прямо все написано. Но мы к этому еще перейдем. Ну вот, значит, так вот, глядя на это многообразие, довольно тяжело вообразить, что отражение по горизонтали называется флип. А, смотрите-ка, слово Mirror, поиск слова Mirror нас почему-то прямо привел к правильному ответу. Не всегда так хорошо это бывает. Но, тем не менее, значит, смотрите, можем взять просто и сказать Convert, Convert, минус флип, наш вот этот самый, нашу PNG-шечку, ну и назовем, там, не знаю, V1.png. Давайте посмотрим, что у нас в результате. Где мы вадим? О! Отразился. Следующий арт марлезонского балета. Нам нужно его повернуть. Вот насколько повернуть, я что-то не нашел инструмента, кроме гимпа, в котором можно узнать, насколько повернуть. О! О! Да, вот измерить расстояние мы почему-то не можем. В принципе, вы, наверное, можете попробовать это, ну, ввести как-то руками, ну, как бы, поворачивать и посмотреть. Но, наверное, все-таки для того, чтобы узнать градусы, на которые повернуть, вам понадобится запустить какой-нибудь гимп один раз, посмотреть. Может быть, может быть, вы, в случае, если вам нужно пакетно обрабатывать подобные документы, попробуйте написать какой-то скрипт, который будет вот эту горизонтальную линию определять. Такое тоже возможно. Это не является чудом. Да? Вот у вас есть горизонтальная линия, по ней, вообще говоря, можно определить. Почему, собственно, все официальные бланки так устроены, вот в черных квадратиках буквы, ровно для интернета. Вот. Ну, мы с вами таких вещей делать не будем. Мы просто доверимся, доверимся предыдущему оратору, который сделал это в гимпе, и скажем, что нам надо повернуть его на 90 градусов и еще на 2.17. Да? Значит, конверт. Конверт. Что там? В1.png минус ротейт. Насколько? На 90 и еще на 2 градуса. 92 градуса 17 десятых. В2.png. Да? Давайте посмотрим на наш В2. А вот и он. Практически, практически такой, как нам. Так. Теперь... Теперь нам надо, наверное, немножко урезать. Для того, чтобы его урезать, надо отрезать в него внешний край. Мы, честно говоря, не знаем про внешний край ничего. Смотрите. Давайте посмотрим еще раз сюда. Вот у нас, вот у нас эта картинка, да? Мы хотим отрезать в него внешний край. В принципе, поскольку это скан, там на бумаге могут быть следы шароватости бумаги. И поэтому, если мы скажем, давай отрежь белое все, оно может не заработать. Да, и граница такая четкая, может, надо обрезать. Да, ну да. Или наоборот, где-то обрезать внутренности. Поэтому мы либо указываем, вот мы берем, прям вот этим самым, сейчас скажу, каким-нибудь гиком смотрим. Давайте. Да? Каким-нибудь гиком смотрим, смотрим, с какого момента, видите, координаты вот здесь внизу рисуются. С какого момента до какой мы хотим обрезать. Вот. Либо мы используем стандартный метод Trim. Trim, который означает обрезать поля. Но для этого метода Trim мы должны еще задать, как бы сказать, общую нечеткость цвета. Мы можем сказать, давай обрезай поля, которые похожи на левый верхний угол, плюс-минус 25%. То есть, нечеткость 75%. Вот. Мы можем сделать вот так. Написать, написать конверт, вот этот самый V2, минус FUS, фаз, 75%, минус Trim. Это значит обрезать все одноцветное. Ну и давайте V3 PNG. Вот. Давайте этот гиг, что-то, запустим навсегда. Все хорошо, но на самом деле нет. Кстати, видите, 2.17 это неправильный наклон, надо было чуть больше. 2.30, который мы были, 2.35 был лучше. Вот. Все хорошо, но на самом деле нет. Формат PNG так устроен, что он помнит, из какого большого объекта его вырезали. То есть, у вас размер... Давайте попробуем гимпом это открыть, может быть, мы это увидим. Здесь это не видно. Короче говоря, у вас размер картинки, размер холста, то, что называется размер холста, может быть неравен размеру картинки на холсте, и, соответственно, эта картинка может вообще выходить за его руки. Потому что, когда вы говорите просто 3, у вас может так случиться... Давайте мы... Да? У вас может так случиться, что вот этот V3 P... Ну, вот, смотрите. О! Как раз тут хорошо видно. Вот это размер картинки, а это размер холста. И это размер картинки, а это размер холста. Видите? У вас исходная картинка все равно 2402 на 1790. Просто сама ваша картинка тут идет со смещением. Кстати, когда эти люди сканировали, у них тоже такое было, видите? Вот. Это может потом повредить, когда вы начнете накладывать эти картинки, внезапно выяснить, что у них смещение, и уехали куда-то. Поэтому надо было делать не так, а надо было еще сказать минус-минус репейдж. Минус репейдж означает, что все, у нас размер холста отмеряется от начала картинки. Че? А как? Плюс репейдж, конечно, черт, не минус. Плюс репейдж. Минус репейдж, там нужно указать размер страницы. Вот. О! И вот теперь венция чистая и сухая. Она и размером такая, и размер холста у нее такой же. Видите разницу? Вот с этим. Окей. Вот. Хороший годный документ. Теперь на нем можно расставлять подписи. Расставлять подписи. Значит, берем наше исходное изображение, которое, МГ, ну вот это вот. И для начала его надо тоже обрезать. Вот. На этот раз мы его просто обрезаем, обрезаем, подглядевши на экране. Да, вот примерно от 800 что-то там и примерно до 1700 что-то там. По ширине, по высоте примерно 1280 и до 1900. Вот. Вот где-то так мы это и сделаем. Ну вот тут написано вот. Да? Это размер примерно 900 на 800, примерно с 850 абсцесса и 1200 ординат. Ну давайте прям руками это и сделаем. Итак, конверт. Что у нас там? Изображение. Это с подписью которой. Минус кроп. 800 на 900. Плюс. Это такая типичная для ImageMagic геометрия. Видите? Сначала что на что, а потом смещение. Ширина х длина, ну в смысле, ширина х высота, плюс смещение по х, плюс смещение по у. Сколько мы там решили? По х 800. А, по х 8. Нет. Ну где-то 880. А по у где-то 1240. Да? Как-то так. А тут сколько было? Ну, 850-1200. Не важно. Плюс 850. Вот. Это действительно не очень важно, потому что мы потом... Да, надо еще файл name. Ну, скажем, p0.png. Это же подпись. Вот. Значит, это не так важно, потому что мы потом все равно будем это обрезать. И у нас получился файл под названием p0. Вот он. А, видите? Надо было чуть ниже. Надо было чуть ниже. Сейчас сделаем чуть ниже. Так. Плюс по х. 1280. Как-то так. Да? Что, я закрыл, что ли, гиг? Так. Что, еще больше? А, это по иксу. Тут 800. Тут 850, а вот здесь, допустим, 300. Что-то я не понял. Давайте посмотрим еще раз. Как она там? ИБГ? А, слушайте, я же ее не флиппал. Фей, я тормоз. Это ширина и высота. Да? Ну, вот как-то так, например. Это не очень важно. Повторюю. Главное, чтобы мы попали в нужный размер. Теперь ее надо повернуть тоже. Теперь ее надо повернуть и, возможно, еще урезать. Давайте повернем. Конверт. П0, ПНГ. Минус ротейт. 90. П1, ПНГ. Просто повернем. Повернули. Теперь нам нужно проделать вот ту же, значит, штуку, которую мы делали, помните, с заливкой цвета. Нам нужно взять и удалить из этой картинки или заменить на прозрачный цвет, похожий вот на этот. Вот. Ой. На этот. Делается это вот так. Мы это можем сделать двумя разными способами. Вот. Либо указать явно, каким цветом мы собираемся, какой именно цвет мы собираемся заменять на какой. Либо взять его откуда-нибудь. Вот командачка draw minus color 0,0 replace говорит о том, что взять цвет из координаты 0,0 на этой картинке. Ну да. Вот. Нет. Не знаю, кстати. Давайте посмотрим. Давайте сначала посмотрим на все остальное. Значит, залить пустын с фаз 10%, то есть, как бы, плюс-минус 10% разницы. Вот. А исходный цвет вот такой. Почему replace? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как работает минус draw. Да. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дро. Давайте посмотрим. Вот. Change the matte value on any pixel that matches the color on the target pixel. То есть, короче говоря, matte это что? Прозрачность? Давайте посмотрим, да. Matte. Тут очень много терминологий в документации по имидж-моджик, которые надо знать, иначе вы будете немножко плавать так же, как я сейчас. Вот. Ну, прозрачность, значит. Короче, мы не заливаем не цветом, а заливаем прозрачностью. Мы подбираем прозрачность, как бы, делаем прозрачным все, что похоже на этот самый символ, на этот самый цвет. Вот. Ну вот. То есть, вот такая вот картинка. Мы можем даже скопипастить отсюда. Да. Конверт. Хотя, вот здесь скопипастим. Ой. Только не 0.2 по NG, естественно. А какой у нас там был? P2, да? Или P1? А здесь P2. А правильно, по-моему, P2 было, нет? Не было P2. Очень хорошо. Вот. Значит, что здесь буквально написано? Взять P1 PNG, залить никаким цветом, с исходным цветом вот таким. Вот. Залить никаким цветом с областью, начиная с... Сейчас, еще раз. Залить никаким цветом. Заливаем мы цвет, похожий на тот, который в углу 0.0, и заливаем мы исключительно прозрачности. Похожий он с зазором в 10%. После чего мы все обрезаем. Все, что одинакового цвета. И после чего мы делаем репейдж, чтобы у нас не осталось той же ситуации, как в прошлый раз, что исходный размер холста большой, а картинка маленькая. Получаем новую картинку P2. Давайте посмотрим на эту P2. М-м-м. Получилось даже лучше, чем у нас в ГИМПе, потому что он аккуратненько обрезал по краешку. Отлично. Вот это наша подпись, которую мы будем теперь накладывать на нашу ведомость. Ну, собственно... А, нет, смотрите, мы еще раз расставим оценки. Опять же, у конверта есть много разных способов напечатать текст поверх изображения. Потому что вам, возможно, не очень хочется вручную подбирать координаты, как вот в этой команде Draw. Видите, вот, собственно, что тут делается. Если вам не хочется вручную подбирать, как в команде Draw, есть метод annotate, ну, не метод, а функция annotate, которую вы при вызове, она сама там внизу подпишет, вверху подпишет, там, центрирует эту надпись. Короче говоря, чтобы вы не заморачивались. Сказали минус annotate столько, ты, она нарисовала. Но в нашем случае важно точно четкое позиционирование. Поэтому мы берем нашу исходную ведомость, которая в этой, вернее, не исходную, а сформированную, смотрим вот сюда и видим, что у нас где-то... Сколько там? 620 на 640. А почему так? Отметка. А, ну да, 620. Да? Ну, вот отсюда примерно. И 460. 480. Вот. То есть где-то отсюда начнется наша подпись. Очень хорошо. Давайте так и... Конверт. Так, конверт что? Исходная ведомость, видимо, да? То есть V2. Давайте перепишем отсюда. Что там? Дальше. Размер шрифта. Предположим, 40. Дальше. Минус draw. Вот так вот, да. И дальше. V3.PNG. Вот. Давайте посмотрим, что получилось. Ой! А почему? Что-то у нас не затримулось, да? Сейчас. Вот. Вот. Вот у нас затримулось V3, и мы V3 должны менять. Я пропустил этот момент. Так, минуточку. Вот у нас V3. Вот. И вот сюда мы должны вписывать. Мы ее случайно перебили. Вот этой... Вот, 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 вот здесь. Вот V3. Естественно, V3. И здесь 4. О! Вот мы нарисовали ровно вот в это место 620, 480. Это наш нем. Ну, вот. Значит, следующий у нас будет 620, 500. Сколько-то, да? Как нам подсказывает подсказка? 520. Соответственно, мы можем написать так, а можем просто написать вот так. Минус дру. Текст. 620. 520, да, по-моему? Все тут же неуд. Ну, вот. И вот их будет 2. В этом скрипте, который у меня написан, который все это делает, это все делается одной командой. Вот перевод строки, бэкслэш в конце означает, что строка продолжается на следующий, то есть, что фактически мы не считаем перевод строки концом, началом команды. И фактически вот вся вот весь этот конверт, где он тут? Весь этот конверт ровно то и делает, что размазывает эти неуды по всей странице. Ну, вот. Теперь, значит, наша задача продолжить делать то, что мы делали в гемпе. немножко поизвращать наши подписи. Значит, после некоторого после некоторого после некоторого изучения вот этой штуки, где она тут? Вот этой штуки, я нашел несколько методов, которые могут извращать исходную картинку, что-то с ней делать, вращать, искривлять, что-то с ней еще делать. Вот, например, шир. Шир – это искажение вот такое или вот такое. То есть, вот так вот или вот так вот. Вот. Наверное, стоит все-таки наверное, все-таки стоит найти второй ресурс, в котором все это написано более аккуратно. В смысле, не справочник, а учебник, в котором написано про ImageMagic, как все-таки такие штуки делают. Сейчас я найду его. Что-нибудь такое. Нет, это, похоже, форум. Нет, это вообще какая-то штука. Извините. Сейчас что-нибудь найдем. Так, что еще есть? Ну, давай. Google. Во, usage, да. Вот. Значит, есть еще один ресурс документации. Вот такой вот. Называется ImageMagic Usage. Вот это ImageMagic Usage – это практический учебник. Здесь статьи сгруппированы не по командам, а по задачам. И вот я тут ткнул в ImageTransformations. и почитал немножко про него. Там много чего можно сделать. Мусор насыпать туда. Да? сейчас он грузит изображение. Вот. Во. Повернуть немножко. Исказать немножко. Исказать немножко. Ну, и так далее. С цветом помолиться. Соответственно, понятно, что одного преобразования недостаточно. Надо делать все сразу. Надо немножко повернуть, немножко исказать, немножко то, немножко еще, немножко это. Ну, вот я выбрал шир, который искажает тот самый, превращает прямоугольник в ромб. Вот. Я выбрал wave, который понятно, что делает, да? Сейчас. Это не тот wave. Это градиент. Там еще можно с градиентами баловаться. Вот. Ну, давайте здесь посмотрим, что делает wave. Wave, короче говоря, искажает, добавляет волнистость. Вот, вот, вот так вот. Вот. То есть, он по пикселю сдвигается. Вот. И я выбрал имплоуд, который, как бы, немножко раздувает, как, по-моему, так. Имплоуд. Здесь нету. Ну, давайте. Здесь поищем. Это в какой-то соседней статье было. О, варпинг. Варпинг имидж. Вот. Вот. Сейчас покажу. То есть, вот это была статья Image Transformation, а вот это статья варпинг. Ну, как бы, варпинг. Искажение, да? И вот искажение, как раз там будет поворот, там будет, сейчас. Вот это шир. Разной степени. Вот это wave. Тот самый. А это имплоуд. Ну, он совсем взорвался. Его надо очень аккуратно сделать. Ну, вот. Ну, даже не знаю. Давайте что-нибудь руками проделаем. Конверт. Что у нас там? Подпись P2 PNG. минус чего? Минус Rotate. Скажем, 5. Да? А, еще надо бэкграунд ему задать. Минус бэкграунд, ну, иначе он... Минус бэкграунд, 0. Ну. Мы ему говорим, что... Значит, зачем нужен минус бэкграунд? Вот, смотрите. Когда мы... Вот. Когда мы искажаем картинку, там образуются какие-то места, которые непонятно чем заполнять. Вот как в случае этого мишки. Видите разницу между мишкой сверху, мишкой вторым сверху? Во втором случае... В первом случае у нас фон был взят синенький, а в втором случае был фон взят прозрачный. Вот нам нужно именно второй случай. Нам нужно задать прозрачный фон. Каким цветом заполнять те места, которые не принадлежат исходному его изображению, которые приезжают из винили. Вот. Они должны заполняться ну, цветом фона. Фон нужно задавать. Значит, Rotate 5. Там, минус шир. Ну, не знаю. Где там было? Какой нормальный? Ну, 10 на 0, например. 10 на 0, это значит, по x есть, по y нет. Ну, и допустим, p3.com. Вот. Вот это наша немножко извращенная подпись. Видите? Она другая. Вот. Только она размером большого. Нам теперь нужно ее... Если мы ее сейчас наложим на нашу ведомость, помните, она огромная, 20, ее надо еще немножко уменьшить. Насколько ее уменьшить? Ну, вот она сейчас размером 750 на 700... Ну, короче, 755 на 755, а в нашей ведомости, где она ведомость? В4. В нашей ведомости нам, ну, примерно отсюда, примерно досюда ее нужно, да, сейчас, вернее, так, 900, сейчас, по высоте 430, а здесь 500, ну, где-то 70. Где-то 70 она должна быть размером, чтобы влезть аккуратно в качестве нашей подпись. Ну, вот. Кстати, как в скрипте написано? Скрипте она больше, она 90. Ну, значит, 90. Значит, когда мы говорим минус ресайз, ресайз, по-моему, да, там еще и скейл, но нам надо ресайз. Когда мы говорим минус ресайз, мы можем задавать либо одно число, либо два. Мы можем сказать, в какую точку прямоугольник впихнуть это изображение, или мы можем указать размеры, скажем, по х, а по у какие получатся. то есть, что что наш ресайз происходит, ну, пропорционально. Поэтому, когда я говорю ресайз 90, это значит, что по ширине 90, а по высоте, ну, какая выйдет. О, видите, она маленькая. И она 90 на 90, ну, понятно, почему, потому что исходная была 755 на 755. Вот это уже можно накладывать на нашу ведомость. ой, я опять закрыл гики, ну и да ладно. Значит, ну, давайте посмотрим скрипт. Ротейт в другую сторону, шир такой, ротейт еще в другую сторону, волнообразное искажение 5 на 600, это означает, что у нас высота, амплитуда этой волны всего 5 пикселей, а период аж 600 пикселей, то есть, она будет очень-очень медленно изгибать нашу подпись. Ну, давайте мы прям скопипастим, посмотрим разницу. Да. Только не 0,3, хотя можно посмотреть на 0,3, 0,6, да? Чем отличается 0,3 от 0,6? 0,3 у нас была вот такая, а 0,6 стала вот такая. Ну, то есть, она меньше. Да. но тут не очень хорошо, вот на самом деле видно вот по вот этому прогибу, что у нас такая волна вот вниз идет. Ну вот, ну или давайте прямо, сейчас, секунду, давайте сделаем не так. Давайте мы сконвертируем вот это P2, 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 здесь, скажем, VF вот это 5 на 600, посмотрим, что получится. VF. VF. Арицайз уберем. 5 на 600, арицайз уберем, скажем P4, во! Вот и сравним теперь. Сейчас, давайте P3 только удалим, может P2, мы ее повернули и видите она немножко немножко вспучила его вот здесь вот вот здесь вот вот эта линия была чуть-чуть вверх выгнута а здесь от линии чуть-чуть вниз выгнута потому что у нас волна вот папа папа вот этому рощу хорошо видно ну если видно плохо я просто не хотел да вот мы можем здесь сделать амплитуду 25 и тогда и тогда все будет хорошо заметно еще надо сделать можно еще сделать вот видите как эта волняшка изменила изменила геометрию вот вот слева у нас вогнуть а справа выгнутость поскольку у нас размер на 900 значит у нас полторы волны туда влезло влево пошла слева волна вниз справа вверх вот подпись узнаваемая но совершенно другая ну вот ну и для примера как работает имплот да аккуратненький там где он тут вот имплот 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 вот этот значит это у нас да да конверт но опять же с вашего позволения ставлю p3 ему минус имплот 0.3 видите его это там я его короче втянуло внутрь да это как бы он начинает всасывать в серединку прямой да ну слушай ну рука дрогнула там не знаю песчинка попала под венглась мало ли что может быть стоило может быть стол сделать отрицательный имплот чтобы был эксплод ну короче всевозможным способом мы их поменяли нагенерировали нагенерировали всяких картинок и вот и наконец мы взяли все положили вот это мы нагенерировали картинок всевозможными подписи с возможными откажениями и наконец мы их намазали на карта на 4.png намазали с помощью с помощью функции композит мы говорим так вот мы берем исходную там 4.png в данном случае это по-моему v3 наше намазываем на нее подпись одну картинку начиная вот видите здесь нету что-то на что-то там ширина x высота а есть только смещение то есть мы намазываем нашу подпись на картинку со смещением по x 900 и по y 420 дальше оператор композит собственно намазывает да совмещает два изображения в одно дальше мы говорим следующее изображение с другим смещением композит опять в это изображение ну и так дальше в общем если мы сейчас если мы сейчас так сделаем только минус f конечно минус f минус f это тоже удалить и файном наверно тоже не то весь этот скрипт запустим Ключик минус х Шеллу говорит о том, чтобы трассировать на экран действия, которые выполняются. Вот все действия, про которые мы говорили, выполнены в один. Значит, отразили нашу ведомость, повернули ее, обрезали ее, вырезали кусочек подписи, повернули ее, залили прозрачным области, похожие на цветом с зазором 10% на то, что лежит в углу 0,0, обрезали. Обрезали, дальше расставили всем неуды, вот этот бэкслэш, вы помните, что он означает? Это означает, что данный символ передается в командной строке как просто кавычка, ну в смысле апостроф, а не является ограничительным словом. Нагенерировали подписи с разными искажениями, намазали подписи тоже. Вот, выглядит это все примерно так. Вот и наша исходная подпись, вот у нас исходный бланк, вот наши подписи нагенерированные, вот наш бланк преобразованный, обрезанный, вот бланк с расставленными оценками, и вот бланк с развешанной подписью. Такие вот дела. У нас вообще-то времени уже не осталось, просто хочу сказать, что помимо работы с растровой графикой, как работы с фотографиями, есть всякие другие инструменты работы с растровой графикой. Ну, например, рисовал. К сожалению, у меня нету здесь планшетика с собой, вот. А то бы я, ну даже если бы был, я небольшой, 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 небольшой этот самый умелец рисовать, вот. Есть какое-то количество рисовалок, как раз удобных для планшета, люди прям рисуют на них. Одна из них называется MyPaint, например. Достаточно интересная штука, там в этом MyPaint, люди, в общем, делают... Нет, не сохраняется. Люди в этом MyPaint делают всякую-всякую-всякую интерес. Она не одна такая. Где-то тут были картинки прямо. В общем, вот, люди вот такое рисуют, MyPaint. В принципе, слишком уж развесный инструмент... Ну, то есть, понятно, что профессионалу, 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 наверное, нужен какой-то суперразвесный инструмент. Вот. Но вполне народ вот в этом рисует всякое. Где-то, по-моему, в разделе комьюнити был. Помимо этого, есть еще что-то, я просто сейчас... Этот пакет просто я собираю. Кажется. А, это GitHub. Тут весь этот дождь, я прямо рассказываю, как самому сделать кисть, как, значит, в этом работать, ну и так дальше. Вот, геймпрейтинг. Вот, значит, это принципиально другой жанр софта, да? Это рисовалка, то есть, это не обработка фотографии, а, как бы, да? И здесь мы не касались вообще того, что называется векторной графики, диаграммер и всего остального. То есть, вещей, когда вы работаете не с растровым точечным изображением, а с изображением, содержащим какие-то фигуры. В принципе, это тоже довольно интересная штука. Вот. Не знаю, насколько она подходит для нашего разговора. Там можно поговорить, например, о диаграммерах разных, о том, как... Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Вот. Очень много, если вы действительно хотите заморачиваться с имидж-мэджиком, очень много в сети ресурсов, посвященных имидж-мэджику. Какое-то немысленное совершенно количество. То есть, очень много задач решаются в прямой копипасте. Есть, например, мужик-астрофизик, какой-то немец, который написал несколько сотен всяких скриптов на шее, преобразующих картинки разными способами. Вот. Так что, Google в Амроке, почти любая задача решается копипастой из соответствующего обсуждения. Вот. Но, как бы, вот эту штуку тоже никто не отменял. Она сама по себе интересная. Вот эта. Учебная. Сама по себе интересная. Ну, и действительно содержит кучу всякого интересного. Вот. Если какие-то вопросы, спрашивайте. Вы написали скрипт. Что? Вы написали... Да, да, я написал скрипт. Название. Пайло с конкретным... Да, потому что, да, да, потому что, да, потому что это был... Ну, смотрите. Как возник этот скрипт? Я сидел, экспериментировал. Насколько повернуть? Красиво ли, если я сделаю вот так? Ну, например, если я могу запомнить 10 каких-то деятельностей, вот, одинаковый способ. Как можно ли ставить в качестве параметра в этом скрипте название параллета? Можно. У нас, насколько... Вот кто здесь вообще был? У нас был разговор про программирование на шеле, и мы от него убежали. Надо посмотреть. Давайте мы к этому вопросу вернемся. Действительно, если этого разговора нормально не было, или если он был, но такой, да, то, поскольку такой вопрос возник, действительно, вот, глядя на это, конечно, интересно знать, что дальше. И мы еще тогда про это поговорим. Возможно, он был, но тогда я просто повторю кратко то, что мы уже знали, и допихаю туда чего-нибудь. Хорошо. Да, да. В случае Windows, если меня не изменяет память, там ситуация следующая. Поскольку ГИМП написан на ГТК... ГТК-2 или уже ГТК-3, все-таки. На ГТК-2, да. То порт ГТК-2 под винду немножко так устроен, что там все эти комбинации, вернее, все эти раскладки пробиты пальцами. Вам для того, чтобы русские раскладки сделать, их нужно сделать. Вот. Как это делать под винду, я не знаю. У меня вроде работает, несмотря на то, что языком является русский. Ну, в общем, это связано с портом ГТК-2 под виндовс. Я не очень хорошо знаю подробности, потому что, ну, это такое. Вот. В это надо как-то углубляться. Ну, чего, тогда, наверное, все на сегодня. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...